Привет! С вами информативно-музыкальный блог Дискультура. Мы будем регулярно знакомить вас с выдающимися хитами, когда-либо издававшимися на пластинках, беседовать о музыке и презентовать самые интересные новинки из мира винила. А наш новый виниловый обзор взывает к вашему супер естественному чувству, осязанию виниловых релизов. Первая пластинка в нашем обзоре это Кевин Фишер, Dangerous Disco. Лейбл DMC, расшифровывающийся как Disco Mix Club, специализируется исключительно на диджейских вещах, таких как миксы и ремиксы. Серия United DJs of America, в рамках которого выпущена эта компиляция, стала прототипом среди диджейских серийных сборников вроде Global Underground. Изначально серия выпускается в виде микса на CD, а затем выходит на виниле с разведенными треками. На этом виниле Кевин Фишер делится своими клубными хитами в формате Tribal, Disco и House. Дэвид Декстер Ги, Джекли Джазман. Любителям MC Solara нельзя проходить мимо этой джаз-хоповой пластинки. Французский AC Jazz коллектив на всякий пожарный еще и записал две рэп-версии, англоязычную и франкоязычную. Английская версия отлично, на чего стоит французский качественный рэп. Термин Urban Contemporary был введен еще в 70-м, но его настоящее эго раскрылось только в 90-е. Кип-хоп культуры как таковой в 70-м еще просто не было. Тил Си, Терренс Тренддерби, Принц, под именем нечитаемого символа, Дженет Джексон и представляемая нами Габриэль, внешне выделяющийся среди звезд повязкой Нельсона. Высокий уровень исполнения и, как следствие, престижные награды были характерны для этого стиля в 90-х. Позже направление нивелировалось такими исполнителями, как Бейонси и Лопес. Но слава винилу! Есть возможность возвращаться к недурственным истокам. Габриэль, find your way! Ice Cube, Бутлеги и Бисайды. Перед влиянием G-Funk'а не устоял и социально-политико-активный Ice Cube. Как это не иронично, но Ice пошел по G-Funk'овым стопам, трижды обруганного самим Cube'ом своего бывшего коллеги по NWA. Здесь подразумевается Доктор Дри, основоположник G-Funk'а стиля, выстроенного на эксплуатации саунда Джорджа Клинтона, который в свою очередь именовался P-Funk. Supernatural Feeling, Джеймс Тейлор Квартет. Джаз-фантовый коллектив, идентифицируемый за счет ведущей роли Хэммон Таргана, на котором, собственно, и играет сам Джеймс Тейлор. К 93-му году, год выхода этого альбома, утвердился в термине AC Jazz, пик которого как раз пришелся на это время. Любителям Джимми Ракуая, не столько самой личности Джей Акея, сколько его саунда, причем раннего, стоит обратить внимание на эту пластинку. Джейми Лидл, изначально попадающий в рамки IDM-концепции лейбла Warp, вместе с самим лейблом обратился на поиски выхода из этой самой концепции. Выхода, который бы не выставил бы их всех ренегатами в глазах меломанской общественности. Поэтому Джейми, используя навыки экспериментального бита, попытался выбить соу-фанковую лазейку, замороченную подобно альбомам Принца, а тут сравнение с Принцем взято с пресс-релиза этого релиза, и приближенную к творчеству Фаррелла Уильямса. Джейми Лидл, When I Come Back Round Again. Temple of Sound Sugarcane Hostel. Храм звука существует в двух режимах – студийном и концертном. Для концертного состава набивается приличное количество живых исполнителей, а для студийного достаточно двух идеологов – участников первого состава Trans-Global Underground. Именно им приписывается создание стиля World Dance Groove. Помисси Этники с электронно-танцевальной мубикой. Данный релиз представляет собой набор из даба, диско и латино-трайбла. Похоже, трайбл как раз и обозначается портретом Фиделя Каста. Сборник Disco UK. Нон-стоп экскурс в соу-фанковое диско Туманного Альбиона. Блонди, Imagination, Hot Gossip, Quincy Jones. Quincy Jones? Он же вроде американский исполнитель и еще продюсировал Майкла Джексона. Том-то и дело, что песня, которую он здесь исполняет, принадлежит британцам Чизу Янкелу и Кенни Янгу. Ну, тогда вопросов нет. Хотя я вот дальше вижу I Shot the Sheriff, написанную Бобом Марли. Хотя он-то не британец. А тут пошли от обратного. Кавер на трек Боба исполнил английский джаз-фанковый коллектив Light of the World. Сборник Only for the Headstrong. Отборный Breakbeat Hardcore, или как его теперь именуют Old School Rave Hardcore, на чисто британской крупной компиляции 92-го года, где помимо всех прочих рейверов того времени значатся The Prodigy, Orbital и Ray Cave. На обратной же стороне обложки, в географическом порядке, выписаны респекты и виниловым магазинам Британии того времени. За свои шесть лет существования этот коллектив умудрился попасть в разряд интеллектуальных Сказывается обширное музыкальное образование каждого из участников. Тяжеловесов клубной сцены, а еще у них был недавний Полгода назад Лайф в киевском клубе Boom Boom Room Глубокий атмосферный Contemporary Tech Варейка V-Turnal На сегодня все, а с вами был Денис Жгарев и Диджей Мавер. Не забывайте лайкать и подписываться на наш канал, чтобы всегда быть первым, кто узнает о музыкальных новинках в дискультуре Greatest Hits Vinyl Shop. А я желаю всем чистого звучания и приятного прослушивания. Keep it real! Винил! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok